Константин, добрый день. Но прежде всего, разрешите поприветствовать вас на родной для вас пермской земле. Скажите, что значит для вас участие в эстафете Олимпийского огня? Спасибо большое, что поприветствовали меня в родном городе. Для меня это огромная честь, как я думаю, для любого факелоносца, который несет Олимпийский огонь, прикоснулся к этому историческому событию. Очень спасибо, что руководство города, Олимпийский комитет, меня пригласил в этом участвовать. Очень счастлив и горд. То, что вы понесете этот огонь по улицам родного города, говорит о том, что вас здесь помнят и любят. Как вы к этому относитесь и в чем это проявляется? Скажу так, что мне было очень приятно, когда мне позвонили и сказали, хотели ли вы участвовать. Я думаю, этот вопрос просто был неуместен. Конечно, как любой человек нашей страны мне ответил «да». Поэтому не вопрос, а именно, что в родном городе, это, причем, двойная, наверное, ответственность. Мне это было очень приятно, да. А, Константин, что сейчас связывает вас с родным городом? Часто ли сюда приезжаете? Хотел бы, конечно, приезжать почаще, но приезжаю, наверное, раз в год, когда у меня бывает отпуск. Встречаюсь с друзьями, с родных у меня уже не осталось здесь. Они все живут в Петербурге. Мама в Петербурге, а друзья остались здесь, поэтому с ними встречались. Но хотелось бы встречаться чаще. В нынешнем году Амкару вашему первому профессиональному клубу исполняется 20 лет. Вы были непосредственным участником самых первых шагов красно-черных на всероссийской арене. Ожидали ли вы тогда, что выросшую из заводского коллектива футбольную команду ожидает столь солидный жизненный путь? Ну, я, конечно, слукавлюсь. Скажу, что, конечно, я ожидал. Естественно, никто тогда не знал, что такой путь проделает Амкар. И поэтому я рад и счастлив, что так получилось, что Амкар при моем участии непосредственном, и как и других людей, которые работали в Амкаре и сейчас работают, проделал такой хороший путь и участвовал в Еврокубках даже. Надеюсь, что у них все будет замечательно и хорошо. И поэтому я, можно сказать, горжусь и ношу в сердце своем, что я играл в Амкаре. В Амкаре вы провели пять сезонов. Какие воспоминания остались у вас от этого периода вашей карьеры? Замечательные воспоминания, потому что не то, что становление моего как футболиста, потому что становился я футболистом уже в торпедо, а именно как мой путь, первые шаги были в Амкаре. Мне здесь приятно было работать с такими людьми, которые поиграли еще в союзное время. Как Сергея Борин, Чебанов, Удорожков. Очень приятно было с ними работать. Они мне подсказывали, как в дальнейшем нужно себя вести и как работать. Поэтому я, наверное, и в футболе продолжаю играть еще. А насколько пригодился вам пермский опыт в дальнейшей вашей футбольной карьере? Ну, я еще раз повторюсь, что люди, которые со мной работали, с которыми я работал, мне почувствовалось работать, подсказали мне, как нужно тренироваться, как нужно готовиться, как все. Поэтому очень пригодилось, конечно, именно профессиональный подход, как они работали. Из Амкара уже, скажу, 14 лет перешел. Ну, да, коллектив был замечательный еще в то время. Сейчас никого не оставалось. Даже Леша Попов уже закончил в Амкаре. Поэтому я не могу сказать за коллектив, но я точно знаю, что коллектив замечательный в Амкаре. Как был тогда, как есть сейчас. Как житель Санкт-Петербурга. У меня семья живет в Санкт-Петербурге. Поэтому я, наверное, все-таки хотел бы карьеру закончить с «Зенитом». Именно футбольным. Что бы вы хотели пожелать Амкару и всем его поклонникам в наступившем юбилейном для Пермского клуба году? Я желаю Амкару занять второе место. Второе место, потому что все знают, что первое место займет «Зенит». Второе место, думаю, будет хороший результат для Амкара. Замечательный. Ну и, конечно, побед побольше. Чтобы и болельщикам пожелать здоровья. И чтобы любимая команда радовала их. Я думаю, Амкар сейчас в этом году радует своей игрой. Поэтому болельщики должны быть довольны. Ну что ж, спасибо за беседу. Всегда рады видеть вас на пермской земле.